В Самаре завершили отопительный сезон. Об этом сообщили в городской администрации. Персонал управляющей компании ТСЖ ограничил подачу тепла на нужды отопления в теплопунктах многоквартирных домов, уточнили в мэрии. Если батареи в квартире еще горячие, то необходимо обратиться в обслуживающую организацию для проведения соответствующей регулировки внутри жилого дома. Бортовая система остановила рейс Самара-Москва на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщил телеграм-канал об авиаинцидентах. В 13.55-21 апреля в Курумыче бортовая система запросила самолет вернуться на стоянку из-за срабатывания индикации открытия двери грузового отсека, уточняется в сообщении. Также вечером того же дня рейс Москва-Оренбург сообщил о ложном срабатывании системы сближения с землей. Руководитель Департамента физической культуры и спорта администрации Самары Дмитрий Чеканов рассказал про бассейн на 116-м километре. Он работает уже 2,5 месяца, 6 дней в неделю. В нем занимаются воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва. Также за это время были организованы мастер-классы для жителей города. В бассейне, в зале гимнастики и тренажерном зале. В Самарской области объявили желтый уровень опасности. В ближайший час местами по региону ожидается гроза, шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду. Такая же погода сохранится и вечером. Об этом сообщили в Приволжском УГМС. Из-за высокой пожароопасности лесов в Самарской области с 23 по 29 апреля объявили желтый уровень. Об этом сообщили в Приволжском УГМС. В связи с сохранением сухой солнечной погоды возрастает риск природных пожаров. Основными причинами возгорания являются человеческая халатность и нарушение правил пожарной безопасности, сказали в ведомстве. МЧС напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Соблюдайте запрет на посещение лесов, не разводите костер, не заезжайте в лес на автомобилях. В регионе с 1 мая изменят расписание электричек сообщением Самара Курумыч и Безенчук «Мирные», уточнили в прислужбе Самарской пригородной пассажирской компании. С этого периода несколько пригородных поездов начнут ходить ежедневно. Самара отправление в 16.51, Курумыч прибытие в 18.16, Курумыч отправление в 19.40, Самара прибытие в 21.06, Безенчук отправление в 17.59, Самара прибытие в 19.11, Безенчук отправление в 18.04, Мирные прибытие в 19.45. Также с 1 мая отменят электричку Самара отправление в 16.51, Царевщина прибытие в 18.04. Россиянам рассказали, в какие месяцы выгоднее всего брать отпуск. Как пояснили специалисты, надо брать его в месяц, где больше рабочих дней, тем больше будут отпускные. В этом году это октябрь и июль 23 рабочих дня, а также август 22 рабочих дня. Не самыми благоприятными для отдыха с финансовой точки зрения являются январь 17 рабочих дней, февраль 20, май 20 и июнь 19. На размеры зарплаты в незначительной степени повлияют отпуска в апреле и ноябре по 21 рабочему дню. Что касается отпуска в мае, то выходное пособие в нем оставит желать лучшего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова